Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами об изменениях, которые у нас произошли с 1 июня 2023 года. А именно, коснутся они, конечно же, нашей ипотеки. Именно ипотека сейчас является одним из существенных факторов на рынке недвижимости, а именно двигателем торговли, потому что именно за счет ипотеки совершается большая часть сделок, тем более у застройщиков. Что у нас произошло с 1 июня? Многие банки повысили минимальный порог первоначального взноса. Ранее он был от 10%, на сегодняшний день минимальный порог первоначального взноса составляет от 20%. О чем это говорит? Это говорит о том, что часть покупателей может просто-напросто уйти с рынка недвижимости, особенно тех, кто покупает первичный рынок, ведь там невозможно завысить стоимость, невозможно договориться, например, с собственником для того, чтобы он вам написал расписочку, да, как это можно сделать на вторичном рынке. Здесь этого невозможно. Здесь вы должны иметь 20% первоначального взноса и 80% вам выдает банк. Поэтому застройщики очень уже негативно отреагировали на эту новость, на ужесточение суммы первоначального взноса от центробанка. И, конечно же, их можно понять, ведь они фактически сидят на ипотечной игле. Да, звучит ужасно. Если не будет семейной и льготной ипотеки, застройщики полетят нахрен. Извиняюсь за выражение. Вот. Это на сегодняшний день то, что действительно есть на рынке недвижимости. К чему, собственно, это еще может привести? Конечно же, из-за отсутствия спроса может пострадать не только первичный рынок и застройщики, но и, конечно же, вторичный рынок. Помимо того, что у нас поднялся первоначальный взнос, у нас еще и увеличились процентные ставки. Тот же самый Сбербанк сейчас по зарплатному проекту на сегодняшний день минимальную ставку дают 10,9%. Обычная базовая 13,5%. В среднем процентная ставка сейчас на вторичный рынок 12,5%. Неохотно берут люди. И это факт. Потому что действительно процентные ставки достаточно высокие. Поехали дальше. Что может быть с 1 января 2024 года? О чем Центробанк предупреждает нас, население, то есть ипотечников и участников рынка недвижимости? С 1 января 2024 года они хотят поднять порог первоначального взноса до 30%. Ребят, мы тут 20% не можем собрать, о каких 30% первоначального взноса в такой ситуации, которая в нашей стране происходит, экономической в том числе, может идти речь. То есть ситуация к концу года может еще сильнее усугубиться. Поэтому сейчас еще есть достаточно интересные возможности взять квартиру на первичном и на вторичном рынке. Всем нам с вами известно, что сейчас цель государства, то есть нашего правительства, выровнять рынки недвижимости. Первичный рынок недвижимости и вторичный, то есть сбалансировать. На сегодняшний день разница между первичным, это первичный рынок, новостройки и вторичным рынком, разрыв достигает до 40%. То есть первичный рынок дороже на 40% готового жилья. Это очень большой разрыв. И конечно же они будут стремиться к тому, чтобы исправить эту ситуацию. И о чем это говорит? Скорее всего, что на первичный рынок также начнут повышаться процентные ставки. По крайней мере, скорее всего, уберут все субсидированные ставки, их и так практически уже не осталось. Мы не видим сейчас ипотеки 0,1%, там 1% и так далее. И скорее всего, мы придем к базовым ставкам, семейная ипотека будет на уровне где-то 6,5%, 6% возможно. И господдержка будет где-то на уровне 8-8,5%. То есть опять-таки это говорит о том, что на сегодняшний день еще действительно есть классная возможность купить квартиру на первичном рынке. С хорошей процентной ставкой. Потому что процентные ставки сейчас по семейной ипотеке тоже самое идут от 5,5%. А с покупкой ставки от 4,2%. Кому интересно узнать про покупку ставки, пишите в комментариях, я вам расскажу, что такое покупка ставки. Итак, если подрезумировать, то ситуация у нас следующая. Идет повышение первоначального взноса за собой, это может повлечь последствия в виде потери покупателей на рынке примерно процентов на 20-30%. Вот. Это говорит о том, что собственникам недвижимости стоит тоже задуматься. В том числе и девелоперам. Возможно создать какие-то дополнительные дисконты, да, для того, чтобы люди шли. Ну а в целом, конечно, ребят, не очень хорошая ситуация. Я надеюсь, что все-таки наши власти и в том числе ВВ Путин, как и сказал, что будем поддерживать их вторичный рынок. Это случится. И ждем изменения уже какие-либо с июля месяца. Потому что в этом месяце, я думаю, что этих изменений не будет. Так что, ребят, если подразумировать, сейчас есть хорошее время покупать недвижимость. Вот. Как и на первичном, так и на вторичном рынке. Ну а дальше, ребят, я буду держать вас в курсе и давать вам полезную, как всегда, информацию. Поэтому с вас комментарий в виде вашего мнения. Ну и, конечно же, реакция и сердечки. Всем пока.